Всем привет дорогие друзья, с вами Рубан и сегодня у нас призы, призы, призы за легендарную лигу и дополнительно я еще получу гарантированно 15 чертежей финира. Вот этот вот пак, который сейчас мы узнаем, что за там одна легендарная карта, я так понял. 750 тысяч, то есть миллион 750 тысяч, 750 жетонов, две эпические карты на центенарию. И посмотрим, какой будет рандом. Давайте, поехали. Так, интересно. Ооо, это, 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 это бомбезда, я так хотел финира. Я объясню, почему я именно хотел финира. Да, да, это повезло, это повезло. Осталось всего 4 штуки, их я соберу с полтора миллиона. Дали за Шелби. Так, дали Шелби. В принципе, ну, не хорошо, не плохо. Пока что на эти эпические карты особого внимания не обращаем. Машинки не докачаны до того уровня, чтобы их прям вставлять. Но вот это вот, конечно, то, что я именно хотел. Потому что финир хочется открыть. И в итоге получается 21 карта с этого сезона. Это очень-очень круто. И вот 4 осталось, друзья мои. И эти 4 я заберу из клубных наград. Вот это вот полтора миллиона. То есть, получится, что когда клуб наберет полтора миллиона, это будет где-то через дней 5. То есть, пятницу или субботу уже можно выпускать видео с финиром. С его открытием. Просто-просто супер. Без комментариев. Конечно, очень-очень радостно. Повезло. Столько мучений. И в итоге подфартило. Реально, вот столько мучился и подфартило. Ну что ж, давайте пойдемте посмотрим, что нас ждет в этом сезоне. Это потом. Я так понимаю, сезон у нас 1650-2000. Легендарная лига. То есть, многие войдут туда. Легкий сезон. Но жетонов, конечно, поменьше. Дали 500 в прошлый раз. Но вот, как вы видите, призы те же. То есть, ничего не поменялось. Это хорошо. С паком. Относительно кредитов. Чуть поменьше дали. С топами у нас. Топ 1000. Топ 100. И топ 50. Вроде говорили, было топ 500. Что-то поправили, да? Ну, в общем, как обычно. Ну, по крайней мере, уже не зависит, какой я топ возьму. В этой лиге я автоматом открываю финир через 5 дней, если команда берет полтора миллиона. Вот это просто, ну, просто супер. Вот такие вот дела. Насчет Триона пока не знаю. Сегодня не очень у меня были катки. Выпало всего два чертежа. Один гарантированный, один просто. Вот рандомом. Из 10 паков. Или из 11, я точно не скажу. Вот. Топ 3, топ 2, топ 1. Ну, на это особо. Это тут еще и нужна удача. Не только скилл решает, чтобы подфартить. А в этом сезоне будет месело просто по полной программе. Потому что в этом сезоне машинки, которые используются. Давайте их посмотрим. Смотрите. Ну, до, как говорится, золотой лиги нам нужен Развани. Наверное, лучшая машинка в этой категории. И, конечно, ну, Развани, сколько он едет? Да, 296. Все в фантастическое ускорение. Я думаю, получше Лотуса будет. Даже если у Лотуса там максималка лучше. Должна тащить Развани до золотой. В золотой мы, конечно же, используем уже Астерион. Я не думаю, что Пенин получше будет, чем Аста. Потому что Аста просто... Да, и по ускору лучше. И по максималке лучше. По всем характеристикам. И Нитро держит годно. Короче, Аста тут фаворит. На Астерионе идем уже в Лигу Б. Тут у многих или Макларен, или СКГ. Ну, СКГ фаворит для многих. Потому что его многие получше собрали, чем тот же Макларен. У меня две звезды. Ну, максимум 3-4 у тех, кто не играет с софта, а играет с релиза. Максимально. И после идут... Притом, СКГ остается и для легендарной лиги будет имбова тащить. Тут остаются, потому что будет сезон в основном СКГ, я думаю, в этом, как говорится, цикле. И после идут икона, который вот с Люканом фаворит. Ну, Люкан раскрывается к 4-5 звездам на двух кругах, поскольку у нас изменения. Давайте вот пару гонок катнем. Посмотрим. И какую машинку я могу выбрать? Я могу ее выбрать СКГ? Да, я могу выбрать СКГ. Это великолепно. Ну, поехали, посмотрим. СКГ у меня 4-звездочный. То есть, я... Да, то есть, я начинаю с платины, что ли, сразу? Великолепно, просто великолепно. Мне не надо париться с Астерионом. Просто буду играть на СКГ. Так, немножко стол подвину. Кабель надо освободить, чтобы руки были... О, что у нас тут творится? Ну, просто фантастика. Тут у нас СКГ, у нас... Ну, у меня СКГ фуловый, поэтому он будет у меня тащить. Я уже приблизительно такой сезон имел. Как говорится, честь катать. Да что они вытворяют? Тут у нас два круга, да? Вроде как. Ну, поехали, посмотрим. Я пока никуда не тороплюсь. Обогнать я всегда успею. Ведь это два круга. Так. Ну, Астерион не может... Конкурировать с СКГ. И спокойный обгон. Сэкономлю нитро. Да, на хвосте сидит. Сейчас начал отрываться, наконец-то. И второй круг. Идея второго круга неплохая. Но они проблемы не решили. Они просто убежали от этих проблем, связанных с балетом. Или с рандомным стартом. Потому что такие трассы, как Каир, они остаются и там, или Рим, где рандомный старт нужен. И я считаю, что это не решение проблемы, а просто, так можно сказать, ход с Траусом. Когда они зарылись просто головой в песок и не хотят ничего видеть. Вот такие вот дела. Ну, тут машинки-фавориты будут еще больше выигрывать. То есть, получится, что если тогда у вас был шанс как-то выиграть, то машинка-фаворит тут. И очень мало машинок в сетке. Вы заметили, второй сезон они ставят очень малое количество машинок. И это сделано... Все говорили, о, вы можете на многих машинках катать. Вот вы видите, целый сезон на двух машинках. А это потому, чтобы вы их чинили, тратили жетоны и так далее. То есть, это все ради доната сделано. Десятки машинок есть. А используем всего лишь четыре машинки. Это будет СКГ. Это будет МАК. Это будет ИКОНА. И это будет ЛюКАН. То есть, все нацелено на то, чтобы машинки побыстрее испортились. И вы их начали чинить. Ну, что ж, давайте еще одну гоночку катнем. Посмотрим, что выйдет, как выйдет. Ну, СКГ, конечно, силен. Он уступает ИКОНе. Но, в данном случае, как говорится, из всех машинок он быстрее, как говорится, чинится. Потому что час сорок. Это великолепно. Вы дважды смотрите рекламу. И все. Через полчаса машинка на пять заездов у вас готова. Это лучшая машинка из четырехзвездочных. Я думаю, вряд ли они когда-либо что-то круче придумают. Для четырехзвезд именно я имею в виду, чем СКГ. Потому что я сильно сомневаюсь, что такой баланс будет достигнут. Итак, у нас трасса Сан-Франциско. Ее нет, вот эту я не, Нанкин еще более-менее. Там эта трасса, как говорится, для трассы машинок с максималкой. Тут, сейчас посмотрим. Тут тоже, наверное, машинки с максималкой. Не надо бы покатать. Итак, тут на этой стартовой позиции мы крутимся. Потому что надо набрать нитрока. Это не балет, не путайте с ним. Вот. Ну, вот интересно. Я получил нокдаун. Теперь что-либо я смогу сделать в этой гонке. Вот я еду четвертый, последний. Ну, в этой лиге я еще смогу. Но, я думаю, если будут машинки покруче, вряд ли сможешь. И куда-то мои друзья уехали не туда. Я бы и на одном выиграл бы в этой трассе. Ну, у меня просто фаворитная машинка. Ну, и плюс они нараканили. Вот эти вот ненужные нокдауны надо фиксить. Это портит игру. Не нужно столько нокдаунов. Их количество превышает количество годных гонок. И это плохо. Мы это все уже поняли. Столько негатива. Но я надеюсь, что они исправят это к следующему сезону. Возможно, они просто физически не успеют настроить все. Поэтому этот сезон даем им шанс как-то... Или они надеются, что мы вот прям скажем, да, все тип-топ. Но, видите, тут очень много проблем появится. Потому что машинки С-класса и там будет еще жарче. Где-то так. В общем. Ну, сетка, как обычно, пустая. Очень мало игроков. Видите, я в малом ранге. А игроков, опять же, нету. Нет, ничего они не сделали. Далее, можно сказать, констатировать факт, что лофты пока что просто зарылись песок головой. Дали нам два круга. Типа на одном не уж короткий. Да, ладно, давайте подлиннее. Может, у вас получится вытащить гонку. Вот такая вот у них психология. Посмотрим. Пока не покатаем, пока не потестим. Сказать не могу. По крайней мере, так. Но для машинок с высокой максималкой это дает преимущество. Если трасса особенно такая максималичная, если так можно, для машинок, которые удобны, да, максималку вы сможете выдавить. Для прямой трассы больше трамплина. Вот для таких вот. А вот если будет поворотистый, я не могу на этот вопрос пока тесты не сделаю. Сам не покатаю. Две катки это не результат, особенно когда катаешь с игроками, которые, ну, особо и не имеют особого скилла. Так, 72-й я уже, это просто кино. Настолько плохо все, да. О, Соклан на первом месте. Наверное, задротил с самого начала. В общем, цель на сезон. Опять же, топ 50. Никаких суперцелей я себе в этой сетке не ставлю. Да, и смысла нету. Слишком много рандома. И нужно иметь еще и нужные машинки. Долбиться, кататься, нервы себе портить. Зачем это делать? Не советую. Лучше топ 50 спокойно поиграть. Я вот вчера добился наконец-то этого топ 50 и забил. Не катал. Вот. Ежедневные задачи. Репутация. Великолепно. Две гонки из трех еще сделаю и все. Давайте поставим чертежик на машиночку. Куда бы ее поставить? Я думаю, максималку ее лучше для начала, потому что максималка все-таки важнее для этой машинки. И скорость у него 300 км в час. Ну, что сказать. Если скорость 300, сколько у нашего друга? 302. Я, может быть, на некоторых трассах даже эта машинка будет помогать. Да, не траком он уступает. Но в остальном у него ускорение лучше. И я это заметил, когда катал сезон. То есть он не сильно слабее. А может и не в некоторых из таких поворотистых трассах он будет даже получше. Тут надо, как говорится, посмотреть. Все-таки просто прокачать хеми очень легко. А разница, даже если и Шелби выигрывает, то разница мизерная. Вот такие вот дела. И еще я выиграл три чертежа эпических на вот эту вот машинку. Давайте поставим. Я думаю, кроме управления, управление ему вообще качать не стоит на данный момент. Я поставлю. Мишке Зенген повезло. Извиняюсь. Мишке Зенген не повезло. Он 4, достал я 3. Но, в принципе, нормально. Ладно, друзья, сейчас начнут шуметь, поэтому не буду тянуть. Всем спасибо, всем пока. Катайте, давайте оценивать сетку. Проблем не решили, но, может быть, просто готовиться не успели по времени. Потому что мы только-только, вот, как говорится, жаловаться начали. И, может быть, они просто физически реально не успели. Посмотрим. Следующий сезон уже будет показателем. Если ничего не поменяют, значит, они думают, что два круга это решение. Но я думаю, что... Но не зря же они все-таки голосование ставили. Поэтому пока-пока с надеждой на хорошее, светлое будущее в этой игре. Прощаюсь с вами с позитивом. Пока-пока, народ.